Это мастерство достигается благодаря тому, что ум в отношении своей работы избавляется от зависимости от тела. Ум работает на основе физиологической активности. И если физиологическая активность является основой работы ума, потому что ум не будет работать, если нет физиологии, когда существует такая зависимость, тогда есть некоторая зависимость, некая зависимость. И в этом состоянии оба взаимозависимы, тело и ум, тело зависит от ума, ум зависит от тела, они более зависимы друг от друга тогда. Но в этих взаимозависимых отношениях между умом и телом, когда их координация максимальна, тогда каким-то образом ум приобретает статус независимости от физиологии. Он является проекцией физиологии. Но в этом состоянии крайней прозрачности целостность ума независимо от ее физиологических связей. И именно это состояние мы называем состоянием наименьшего возбуждения сознания. Просто потому что это элемент сознания. Оно сознает. И тогда оно поднимается немного выше того, что мы называем координацией. Это узы, связывающие их. Узы – это как дружба. Оба равны. Равным образом один зависит от другого. Тело зависит от ума, ум зависит от тела. В равной степени они зависят друг от друга. Это хорошо координированное состояние. Это не завершающий уровень связи ума с телом. Просто потому что Состояние наименьшего возбуждения фундаментально по отношению ко всем возбужденным состояниям. Просто потому что состояние наименьшего возбуждения фундаментально по отношению ко всем возбужденным состояниям. Ум в этом состоянии занимает главенствующее положение. Просто потому что Состояние наименьшего возбуждения фундаментально по отношению к возбужденным состояниям, к своим собственным возбужденным состояниям, которые являются телом. На этом уровне, на котором ум более фундаментален по отношению к телу, сознание становится более фундаментально по отношению к телу. Это на этом уровне взаимоотношения ума и тела достигают своей вершины. Высший уровень взаимоотношений ума и тела – это то, что ум – это хозяин своих собственных порождений. Хозяин кого? Хозяин того, что произошло из него самого. Тело – это порождение ума. И поэтому ум может главенствовать над телом. Это на этом крайнем уровне взаимоотношений ума и тела ум освобождается от ограничений тела. И ум тогда, все, что мы ощущали на своем опыте, в какой бы малой степени это ни было, все эти всесилия, вездесущность и так далее, приказания ума тогда выполняются телом. Приказы выполняются телом. Мы знаем этот пример, в котором, когда президент выбирается, он должен ознакомиться со всеми аспектами своего правительства. И когда ум освобождает себя от тела, став независимым от тела в своей целостности, это такая прекрасная картина. Ум освобождается от тела, установленной в своем бесконечном достоинстве, в этой целостности, которая больше, чем совокупность частей. И из этой ситуации вы видите сейчас, что такое сознание единства. Целостность больше, чем совокупность частей. Нет частей в основе ума в этом состоянии. Ум полностью свободен от тела. И связи ума и тела достигли своего абсолютного состояния. Ум полностью освобожден от тела. И тогда ум может хотеть всего, чего угодно. И тело выполнит все, что ум захочет. Это то, как достигается овладение природой. Ум обладает этим потенциалом, так же, как каждое возбужденное состояние обладает потенциалом спокойного состояния. Он уже есть там. Любой красный лепесток, любой красный цветок обладает потенциалом бесцветного сока. Бесформенное, бесцветное – это все потенциал, заложенный в выраженном лепестке. Вот так и ум, который освободился от тела, обладает этим потенциалом. Потому что таков потенциал тела. Состояние наименьшего возбуждения сознания – это потенциал, содержащийся в возбужденных состояниях сознания, которые в конечном итоге являются телом. И это достигается благодаря программам развлечения и установления связей ума с телом, когда ум все еще в различных состояниях возбуждения. картина так прекрасна, пока ум все еще в состояниях возбуждения, его связи с телом определяются на основе факта координации. Это называется координацией. Координация ума и тела. И есть различные программы активизации различных связей ума и тела. Есть разные программы активизации различных аспектов связей ума и тела. Как ум прикажет, как тело отреагирует, и что ум захочет, и какова будет реакция тела. Это все различные программы. И благодаря этим различным программам, что происходит, координация ума и тела становится более и более оживленной. Обычно координация ума и тела такова, что когда тело хочет пить, ум говорит «поднимайся», и ноги идут вперед, и он пьет воду. Это все в поле возбуждений. Ум в поле возбуждений. Тело также в поле возбуждений. Так что это все повседневное поведение. Какое бы оно ни было, поведение, восприятие, любое восприятие, неважно какое, это помогает оживлению взаимоотношений между телом и умом всегда. тело и ум оживляются. Взаимоотношения оживляются, их связи оживляются. Итак, это оживление координации связей ума и тела столькими различными способами делает делает эти связи ума и тела все более и более тесными. Все более и более тесными. Когда координация ума и тела устанавливается на том уровне, на котором ум почти наименее возбужден и тело почти наименее возбуждено, мы знаем этот опыт, когда ум является этой целостностью. Дыхание не течет, ничего не происходит, целостность присутствует. Но это очень высокий уровень связей ума и тела. Оба они почти неактивны. Почти неактивны. Но тело, как таковое, всегда находится в состоянии возбуждения. Возбуждение. Тело всегда возбуждено. Тело есть тело. Тело это нечто конкретное. И это нечто конкретное обладает волновой природой. И поэтому оно всегда в возбужденном состоянии. Всегда в возбужденном состоянии. Итак, тело продолжает находиться в возбужденном состоянии просто потому, что оно является телом. Это возбужденное состояние. Даже хотя физиология становится почти полной, полностью невозбужденной, но это почти полностью, это никогда не совершенно полное невозбуждение. Всегда это состояние возбуждения. И на этом чрезвычайно тонком уровне возбуждения со стороны физиологии, есть параллельное ему, может быть, первое возбужденное состояние сознания. И тогда, когда сознание становится невозбужденным, на самом этом рубеже тело становится отделенным от сознания, тело становится отделенным от ума. И в тот момент, когда это происходит, не требуется большого промежутка между телом и умом. Разница может быть очень малой. Это может быть синаптический промежуток, через который энергия может просто перепрыгнуть. туннелирование может произойти. Потому что ум и тело были так тесно координированы. Так тесно координированы. Одно почти являлось другим. Но затем сознание может оставаться сознающим себя, бяне, будучи возбужденным. Вот это качество сознания, что оно может оставаться оживленным, оно может оставаться живым в своем собственном качестве, без того, чтобы быть зависящим от чего бы то ни было еще. Просто потому, что это сознание, оно может осознавать себя. Просто благодаря этому качеству ума, ум поднимается над телом. И когда это может произойти? Когда взаимоотношения ума и тела достигли своей высшей точки, когда связь между умом и телом такова, что одно почти является другим. Координация в высочайшей степени, абсолютной степени, на грани этого ум отделен от тела. Тело — это не сознание. ум — это сознание. И пока они связаны друг с другом, сознание зависит от тела, тело зависит от сознания, потому что они тесно связаны. Но на грани высочайшей степени их связи сразу же пробужденность ума становится естественной ситуацией, просто потому, что это сознание. И будучи сознанием, оно вдруг освобождается от зависимости от тела. но это на том уровне, на котором тело находится в состоянии почти наименьшего возбуждения, когда элемент координации достиг своей высочайшей степени. когда элемент координации, который сводит две вещи вместе, который сводит вместе ум и тело, это координация, это аспект координации или связи, этот элемент связи или элемент координации, когда он достигает своей высшей степени, тогда мы можем представить себе на основе логики, что может произойти, когда связи достигают такой крайней степени, и если один из них становится немного более превосходящим, немного более независимым, как только один из них становится немного более независимым, другой становится зависящим от него, потому что они не могут разлучиться, их координация высочайшая, один почти является другим, и в этом состоянии, если один начинает немного превосходить, это превосходство в том, что тело не сознательно, оно не может быть сознательным, ум сознателен, так что он может полагаться на самого себя, тело не может полагаться на самого себя, и таким образом тело становится чем-то вроде мертвого ведомого, а ум становится ведущим, умом, и в этой ситуации дело уже не в координации, а дело в том, что один следует за другим, тело следует за умом, и в этом состоянии ум освобожден от тела, ум освобожден от тела. Мы говорим просто о прояснении механики, ведущей к космическому сознанию. ум свидетельствует сферу тела. Это свидетельствование идет от независимости ума от тела. Ум стал независим от тела. Будучи независимым, он видит, что вот оно, тело спит. И он видит не только тело, а он видит свои собственные флуктуации, как ума, мыслящего, решающего, эго. Он свидетельствует это. Это то состояние наименьшего возбуждения сознания, которое совершенно независимо от своих собственных флуктуаций. Вот и все. И это состояние вечной свободы. И это высочайший уровень нашего собственного разума или эго, или как бы мы это ни называли. Высочайший уровень существования. И это владение природой. Власть над природой. Владение мирозданием — это просто владение соком всех его выражений. Сок владеет красным, зеленым, этим, этим. Сок властвует над этим всем. Вот так и состояние наименьшего возбуждения сознания властвует над всеми возбужденными состояниями сознания, которые далее являются умом, интеллектом, и умом, органами чувств, и телом, и окрушением, и вселенной. Это все различные флуктуации сознания. И наименее флуктуирующее сознание, состояние наименьшего возбуждения сознания обладает естественной властью над всеми этими процессами, которые создают различные вещи, над всеми этими явлениями, которые, как обнаруживаются, являются различными аспектами мироздания. И что мы находим в этом, это объяснение того, как... Вы знаете, мы слышим эти слова «ум выше материи». Это нечто другое, это какая-то организация говорит об этом, и мы не уверены, насколько они понимают то, что они говорят. Но это фактическая картина превосходства ума над материей. Когда ум в флактуирующем состоянии, когда ум в флуктуациях, тогда он не над материей, тогда он параллелен с материей, тогда координация присутствует, он не над ней. Только невозбужденное состояние сознания стоит над материей. И будучи над материей, так же как только сок выше лепестка, выше листа, выше красного, выше зеленого. Только сок. И этот сок, который начал становиться красным, универсальным, он не стоит универсально выше всего. Он может быть выше темно-красного. Светло-красное может быть выше темно-красного, потому что оно может влиять на темно-красное, но оно определенно не выше зеленого. Так что возбужденное состояние ума не могут быть выше других возбужденных состояний. Они не выше всей материи. Их диапазон тогда становится ограниченным. Может быть, выше чего-то, выше чего-то. но не флуктуирующее состояние сознания может быть владыкой всей вселенной, будучи выше ее. Это такая прекрасная картина высочайшего состояния развития сознания владения природой, власти над природой. Совершенно необходимо вернуться к этим экспериментам так скоро, как только физически возможно. Потому что жизнь на этом уровне будет начальным этапом жизни в эпохе просветления. мы не должны поступать этим ни для чего меньшего чем это. Абсолют. Каждый новый день все новые инициирующие учителя должны использовать для того, чтобы погружаться в это и материализовывать то, что мы говорили о захвате крепости. Все время захватывать крепость. мы можем закрыть глаза на все остальное, кроме достижения овладения природой. Это колоссальная возможность. И сейчас это начало демонстрироваться в нашем личном опыте. Так что почему не ковать железо, пока оно горячо? Куй железо, пока оно горячо. Субтитры